Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. 111 метров над уровнем моря. В Самаре при участии губернатора Дмитрия Азарова состоялось поднятие государственного флага России на самый высокий флагшток в ПФО. В Самаре в рейс вышли новые трамваи белорусского производства. На каком маршруте они будут работать? Маскировочные сети, походный душ, сухие борщи и костер в кармане. 200 тонн гуманитарной помощи отвезли самарские волонтеры клуба «Самбат» за время своей работы в зону СВО. 111 метров над уровнем моря. Торжественная церемония поднятия государственного флага Российской Федерации на самый высокий в Приволжском федеральном округе флагшток состоялась в столице региона. Мероприятие прошло на производственной компании «Электрощит Самара» с участием губернатора региона Дмитрия Азарова. Тему продолжит Ольга Павлова. Под гимн нашей страны государственный флаг Российской Федерации поднимает на самый высокий в Приволжском федеральном округе флагшток. Его установили на отметке 56 метров по балтийской системе координат. А это значит, что полотно российского триколора будет гордо развиваться на высоте 111 метров над уровнем моря. Торжественную церемонию провели на территории производственной компании «Электрощит Самара» с участием губернатора региона Дмитрия Азарова. Флаг – главный символ нашего государства. Флаг всегда объединяет и мобилизует всех граждан Российской Федерации. Но высоко поднятый флаг – это всегда символ победы. Вот победы по всем направлениям, по всем фронтам. Я и желаю славному коллективу завода «Электрощит». Церемонию поднятия государственного флага приурочили к 80-летию предприятия «Электрощит Самара». Три года назад компания успешно прошла сертификацию Российского экспортного центра и получила возможность использовать маркировку «Сделано в России». Предприятие входит в «Акронхолдинг» – один из крупнейших в нашей стране вертикально интегрированных промышленно-металлургических холдингов полного цикла. Наш завод является полноценной российской компанией. Ну и означает в том числе тот огромный потенциал, который в этом заводе заложен, который мы, я уверен, сможем совместно реализовывать с помощью правительства Самарской области в лице Дмитрия Игоревича Азарова. Совместно с вами, коллеги, совместно с нашими коллегами из «Акронхолдинга». Уверен, что у завода будет славное будущее. Мы будем открывать для себя новые горизонты, новые регионы присутствия и продолжим писать славную историю предприятия. И я уверен, что мы сделаем его заводом номер один в России. Компания занимается проектированием, производством и поставкой электротехнического оборудования, монтажом и пусконаладочными работами, сервисным гарантийным, постгарантийным обслуживанием и обучением и является системообразующим предприятием России. Нынешние сотрудники и ветераны компании работали над созданием современных электротехнических изделий, внедряли технологии, совершенствовали мощности и выводили на отечественные и международные рынки выпущенные изделия. Завод стабильно развивается, работает. Выполняем все показатели на текущий год по загрузке, по рабочим местам, по социальной сфере. Работаем с прибылью, успешно смотрим в будущее. Для нас электрощит – это наш дом, это наша проходная, это наша замечательная молодость, зрелость, ну и ветеранство. Я не хочу говорить слово «старость». Торжественная церемония поднятия государственного флага России завершилась фотографией на память совместно с губернатором региона, руководством компании, сотрудниками и ветеранами предприятия. Ольга Павлова, Николай Сидоров. События. Отопление в Самаре начнут включать, как только появится необходимость. О завершающем этапе подготовки к предстоящему сезону холодов сегодня говорили во время еженедельного совещания в Департаменте городского хозяйства и экологии. Обсуждение прошло под руководством первого заместителя главы Самары Владимира Василенко. На сегодняшний день специалисты заканчивают работать на всех 18 основных участках теплосетей, которые планировали обновить в этом году. Продолжают трудиться на трех объектах, но и там ремонт и модернизация уже на финишной прямой. Первый вице-мэр также поручил дополнительно проверить сети, которые подводят тепло к учреждениям соцсферы. Это больницы, дома ребенка, школы, детские сады и другие учреждения образования. В них отопительный сезон начнут в первую очередь. Отметим, что процесс этот не одномоментный и пуск тепла продолжится некоторое время. После начала отопительного сезона в учреждениях социальной сферы постепенно начнут подавать теплоносители в жилые дома города. Два новых трамвая белорусского производства, которые недавно были доставлены в Самару, вышли в свой первый рейс. Работать вагоны будут по одному из самых востребованных маршрутов – 20-й Ка. Новые трамваи комфортны как для пассажиров, так и для водителей. Как прошел первый выезд на линию, расскажем в нашем сюжете. Александру Хромцову выпала особая честь. Он первым выводит новый трамвай в рейс. За четыре года работы водителем в ТТУ мужчина успел посидеть за рулем разных моделей техники. Все они отличаются, поэтому сначала пришлось привыкать к новому трамваю во время обязательной обкатки. Масса отличий, начиная со системы управления. Тут контроллер ручной, а там педали. Габаритами, соответственно, это играет немаловажную роль в работе на линии, так как у нас много очень участков, которые с автомобилями пересекаются. Обязательная обкатка нужна, чтобы водители лучше понимали возможности машины, привыкали к новому управлению и уверенно себя чувствовали за рулем. Водитель должен на нем проехать, опробовать основные характеристики разгона, торможения. После того ставится отметка и водитель допущен к линии. Новые трамваи белорусского производства сегодня вышли в первый рейс. Они будут работать по маршруту 20К. Специалисты проанализировали пассажиропоток и отметили, что именно здесь необходимо увеличение количества рейсов. Новые вагоны оснащены всем для комфортного передвижения. Они низкопольные и имеют места для маломобильных граждан. Внутри есть кондиционеры и порты для зарядки гаджетов. Все эти нововведения уже успели оценить первые пассажиры. Очень хорошо то, что современная обивка. Вполне все выглядит очень достойно, чисто, хорошо. Есть зарядки, то есть можно подрядить свое устройство, когда это будет себе удобно. Раньше, будучи студентом, возможностей таких не было в старых трамваях. Для улучшения транспортной сферы в городе не только закупают новую технику, но и модернизируют старые вагоны, улучшают их техническое наполнение. Кроме того, начинают реализовывать программу по модернизации трамвайных путей. Первым участком станут выделенные пути на улице Новосадовой. Также в последние годы для города закупили 50 новых автобусов и 22 троллейбуса. Продолжается и строительство новой станции метрополитена. Какие будут возможности, мы все их используем, чтобы привлечь финансирование в нашу транспортную отрасль, чтобы сделать поездки людей более комфортными, более удобными, и чтобы транспорт, он приносил людям радость. Всего в этом году было закуплено для города 12 новых вагонов. Как только оставшиеся доставят в Самару и они пройдут юридическую процедуру оформления, трамваи также выйдут на линию, чтобы радовать самарцев. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Мастера на все руки. Они плетут маскировочные сети, делают походный душ, сухие борщи и костер в кармане. А также собирают посылки, которые приносят неравнодушные самарцы. Волонтеры Самарского батальона за время своей деятельности отвезли в зону СВО около 200 тонн гуманитарного груза. Как налажен процесс и по какому адресу ждут активистов в нашем сюжете. Их объединила трагедия в Макеевке. Тогда в 30-градусный мороз прямо на улице возле дома житель Самары Виктор Романов вместе с друзьями начал собирать вещи для гуманитарного груза, чтобы отправить его в поддержку бойца. Желающих помогать оказалось так много, что решили оказывать помощь на постоянной основе. Встал вопрос о помещении. Мы обратились к Елене Владимировне Лапушкиной и буквально через короткий период времени нам это помещение предоставили. По адресу Кабельная, 45-Б, волонтеры объединения Самбат плетут маскировочные сети, делают походный душ, сухие борщи и костер в кармане. За плетение сети отвечает куратор направления Татьяна Керженцева. Сейчас у объединения 5 пунктов по плетению сетей в Самаре и 3 по области. Некоторые женщины работают на дому. Требования к сетям высокие. Они должны быть максимально несимметричны, не одинаковы, не похожи. Они должны повторять природу. У нас в природе нет двух листиков одинаковых, двух веточек. Поэтому для плетения сетей используется 17 видов узоров, как мы вплетаем сеточки, 17 видов узоров. И плюс каждая сеть плетется по своему рисунку. Мы по максимуму стараемся, чтобы они были незаметные, чтобы они все-таки несли основную свою задачу укрыть, накрыть, спасти наших ребят. В каждую сеточку мы вплетаем живые помощи, чтобы Господь оберегал наших ребят. На вооружение у волонтеров 9 швейных машинок, оверлок и вышивальная машинка. Все они закуплены при поддержке администрации Самары. Активисты шьют бойцам нижнее белье для госпиталя на липучках, чтобы было удобно надевать. Вышивают шевроны. Начинаем изготовление шевронов с позывными, с эмблемами разными. То есть у ребят разные потребности. То есть есть, скажем так, шевроны свой-чужой. Это шеврон, который будет необычный, его нельзя купить и одновременно его можно быстро снять. То есть когда идет подразделение в разведку, допустим, они должны понимать, что это свой-чужой. Не просто красная повязка, но они должны понимать, что это свой, но одновременно соперник не должен понимать, что это свой. Чтобы бойцы могли соблюдать гигиену в любой ситуации, самарские волонтеры изготавливают сухой армейский душ. Готовый армейский душ выглядит вот так. Небольшой пакетик, который удобно положить с собой любому бойцу. Им можно помыться в походных условиях. То есть достаточно столовой ложки воды. Марат сейчас проходит реабилитацию после ранения. Собирается вернуться в зону СВО. А перед этим пришел повидать организаторы движения Самбат Виктора, с которым регулярно видится в зоне СВО, когда тот отвозит груз. Плачь нашей тимы очень чувствуется. Здорово. Что мы нужны, что на нас глаза не закрывают, поддерживают. Это очень наша тима. Даже когда Виктор приезжает, мы видимся, якобы дом был теплый и зону привозят. За время деятельности Самарского батальона в зону спецоперации передано 200 тонн гуманитарной помощи. Ее отдают командирам батальонов, а те распределяют по бойцам и присылают фото и видеоотчеты. Недавно состоялся 20-й юбилейный рейс. Виктория Шарая, Игорь Казановский, События. В сентябре по всей России проходит День солидарности в борьбе с терроризмом. В Самарском медицинском колледже имени Ляпина учащиеся первокурсники провели этот день, получая полезные навыки и узнавая много нового о том, как вести себя в чрезвычайной ситуации. Для студентов городской дом молодежи провел квест-игру «Антитеррор». Все подробности в нашем материале. Этими навыками должны владеть не только медики, но для учащихся этой специализации такие приемы особенно необходимы. Учебный год студентов-первокурсников в Самарском колледже имени Ляпиной начался с интерактива. Во время квест-игры «Антитеррор» ребятам рассказывали о том, как обезопасить себя в транспорте и на улице, что делать с оставленным предметом и как вести себя во время чрезвычайной ситуации. Также учащиеся старших курсов проводили мастер-классы по непрямому массажу сердца и приему Хеймлиха. Акцию в учреждении приурочили ко дню солидарности в борьбе с терроризмом. Я считаю, что это не только в профессии поможет, но и в будущем, в каких-нибудь чрезвычайных ситуациях. Допустим, я узнала, как определить бомбу в портфеле или в пакете, что нужно делать, если ты обнаружил бомбу. Весь квест был разделен на шесть тематических станций. Оставленный предмет, викторийное действие и последствия, попутчики, выбор, нет права на ошибку и первая помощь. Есть станции на команды образования, есть станции на эрудицию в рамках законодательства и таким образом мы получаем вкупе несколько совершенно аттрактивных и веселых занятий, где ребята не только могут ошибиться, но при случае ошибки они получают правильный развернутый ответ о том, как необходимо было действовать или какого-то факта. Выполняя задания, ребята зарабатывали баллы. Каждая команда поочередно прошла все этапы, так что возможность узнать для себя что-то новое и полезное была у всех участников. В конце игры лучшую команду наградили памятными подарками. Михаил Ермоленко, Петр Поломеев, События. Беседы с учащимися о мерах безопасности и антитеррористической защищенности проходят в начале учебного года и в школах. В качестве приглашенных экспертов – представители правоохранительных органов. На одной из встреч побывали наши корреспонденты. Информационная гигиена. Противодействие экстремистской деятельности и терроризму. Как не стать жертвой противоправных действий в сети интернет? Не вестись на провокации онлайн и не стать источником распространения ложной и противозаконной информации. Об этом и не только ученикам старших классов Самарской школы номер 37 рассказали правоохранители. Встреча началась с фильма о событиях в Беслане. В продолжение – видеоряд с выдержками из Уголовного кодекса и кодекса об административных правонарушениях. С информацией о мерах ответственности за действия, связанные с терроризмом, экстремизмом, разжиганием социальной, расовой, религиозной розни и других преступлений. Далее в формате беседы представители правоохранительных органов рассказали детям о правилах общения и обмена информацией в сети интернет. Мероприятия профилактической направленности с представителями правоохранительных органов, они необходимы для того, чтобы в живом общении наши учащиеся могли задать вопросы, особенно те, которые у них возникают посредством их общения в сети интернет, получения из электронных средств массовой информации, получения каких-то, скажем так, информационных штампов и не всегда достоверной информации. По словам директора школы Ирины Хасиной, в наши дни, когда высокие технологии проникают во все сферы жизни, детям необходимо рассказывать и постоянно напоминать о мерах безопасности и границах дозволенного в интернете. Терроризмом, экстремизмом в области IT-технологий, это тоже уже сейчас актуально, и дети это и понимают, и ну вот судя по тому, как сегодня слушали, сегодня на встрече были 9, 10 и 11 классы, Ребята слушали все-таки больше 100 человек, было очень тихо, дети слушали, заинтересованы, а раз заинтересованы, слушали, значит, есть необходимость вот в таких встречах. Обучающие и профилактические мероприятия проходят в школе номер 37 раз в четверть. Слушателями становятся дети с 1 по 11 класс. В качестве экспертов привлекаются представители власти и правоохранительных органов. Андрей Бессонов, Галина Топилина, Петр Паломеев. События. Начался новый учебный год и на улице Самары выехала мобильная лаборатория безопасности. В парке Гагарина педагоги представители центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма провели урок, на котором дети изучили правила дорожного движения. Подробности у корреспондентов событий. Какое лекарство предпочитал? Как? Варенье. 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 Самая лучшая лекарство. Первый урок нового учебного года проходит в форме игры. Занятия по безопасности дорожного движения проходили в парке Гагарина. Для этого на площадку выехала мобильная лаборатория безопасности. Пять команд школьников младших классов проходили квест. Они учились собирать аптечку автомобилиста, расставлять дорожные знаки, ездить на велосипедах по правилам. Мы все участники дорожного движения. Если сегодня мы воспитываем ребенка как грамотного пешехода, как ответственного пассажира транспортного средства, то дальше это будет и очень ответственный водитель, и в целом у нас будут участники движения, в дальнейшем соблюдающие правила. А это, конечно, и профилактика детского дорожного транспортного травматизма. Подобные уроки для школьников Самары давно стали традицией. Проводят их педагоги и центры по профилактике дорожного транспортного травматизма. Очень с удовольствием, как и дети, значит, общеобразовательных учреждений, также активно участие принимают в воспитании детских садов. Эффективность колоссальная, я бы сказал. Правила поведения на дороге школьники продолжат изучать и дальше. В течение всего учебного года инспекторы ГИБДД проводят с детьми, их родителями, семинары и круглые столы. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. В Самаре продолжается реставрация дачи купца Головкина. Известная как «Дача со слонами». Ход работ проверил депутат Государственной Думы России Александр Хинштейн. Что уже сделано, а что только предстоит, расскажем в нашем сюжете. Работы по реставрации дачи купца Головкина начались в 2020 году. На сегодняшний день общая сумма потраченных средств – 207 миллионов рублей. Согласно проекту, завершить работы должны к концу 2024 года. На каком они этапе сейчас увидел депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр Хинштейн. Фасад штукатурит и красит. Цветом он будет отличаться от того, что было раньше. Приводит в порядок и слонов. Главный символ загородного имения Головкина. Реставрирует фигуру нимфы. В здании идет прокладка необходимых коммуникаций, обшивка стен. Согласно проекту, отреставрирует и фонтан. Работы на объекте ведутся по графику. На улице появится амфитеатр с видом на Волгу. Сейчас обсудили проект благоустройства. Территория внутри самого памятника, входящего в федеральной собственности, будет благоустраиваться в рамках уже заключенного контракта. Территория в муниципальной собственности вплоть до склона к Волге за счет программ городских. Здание передано Самарскому государственному техническому университету. И именно его руководителям предстоит наполнить смыслами будущее пространство. Согласно задумке, в нем будут проходить занятия для будущих архитекторов, размещаться в выставке их работ, появится каворкинг-центр. Хочу отметить качественную работу проектировщика и строителя. Все идет по плану, в рамках утвержденного проекта. Сегодня мы презентовали Александру Алексеевичу концепцию использования внутренних помещений, потому что напомню, что на базе дачи Головкина будет работать молодежная школа архитекторов на базе нашего факультета архитуры и дизайна. И сегодня, собственно, была предложена концепция, которая от Александра Алексеевича была утверждена. И мы сейчас приступаем к наполнению использования внутренних помещений, потому что очень важно, чтобы дача Головкина жила активной жизнью в области науки, образования. Дом был построен по совместному проекту самого Головкина и архитектора Валентины Тепфера. После революции семья Головкина передала дачу новой власти в надежде, что там разместится детский дом. Но в 1929 году дачу передали водоканалу, который разместил в ней клуб. Новый владелец провел центральное отопление, что привело к разрушению фундамента. В стенах появились трещины. Долгие годы здание пустовало, обнесенное высоким забором. Но совсем скоро в нем забрежет новая жизнь. Работы обещают завершить к следующему дню города в 2024 году. Виктория Шарая, Григорий Плешаков, События. В Самарской области прошел фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России». В течение нескольких дней жюри оценивало выступление коллективов. Творческий марафон завершился на сцене Дворца культуры «Октябрь». Подробности у Светланы Тимофеевой. Концертная программа началась с краткого рассказа о самых лучших людях Самары и истории образования города. По Дворце культуры «Октябрь» на мехзаводе завершился фестиваль самодеятельного народного творчества, рожденный в сердце России. Фестиваль ведет свою историю с 2013 года. Главной темой фестиваля 2023-го стали слова «Мой дом, моя Россия». В течение 12 дней концерты прошли во многих городах и рейд-центрах региона. Выступление творческих коллективов оценивало жюри. Представители разных жанров искусств давали оценки в первую очередь на соответствие выступления заявленной теме. Темно должна перекликаться с этой общей тематикой. Многие это делали на местном материале. Кто-то брал вообще какие-то обобщенные темы, такого подчас философского содержания. Но надо сказать, что вообще, на мой взгляд, прежде всего, что фестиваль как художественное явление состоялся. Всего на концертных площадках фестиваля, рожденный в сердце России, выступили порядка пяти тысяч человек. Думаю, будем удивлять, во-первых, энергетикой, потому что мы очень давно на сцене танцуем и хотим показать все свои эмоции, то, как мы научились двигаться. И также, думаю, наш внешний вид тоже очень важен. Из года в год фестиваль собирает все больше участников. Своим талантом они выражают любовь к родине, уважение к ее истории и традициям. Для поддержки талантов в регионе ремонтируются и строятся дома культуры, где каждый может найти занятие по душе. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. В школе Олимпийского резерва номер 11 прошел товарищеский матч по мини-футболу. Его провели в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом. В соревнованиях приняли участие ученики спортивной школы и их родители. Подробности в сюжете Галины Топилиной. Отряд террористов ворвались 1 сентября в школу. 30 человек, захватчиков. Все это произошло в период торжественной линейки, когда были родители, дети, учителя, приглашенные гости. Террористы загнали всех заложников в спортивный зал. Здание было заминировано. Перед началом товарищеского матча между учащимися Самарской школой Олимпийского резерва номер 11 и командой родителей на футбольном поле воцарилась тишина. Минутой молчания участники почтили память жертв Беслана. Сергей Матвеев с сыном Михаилом сегодня играют в разных командах. Не часто приходится состязаться друг против друга. Обычно они одна команда. Вместе играют во дворе и говорят на языке футбола дома. Сергей признается, что подобные мероприятия, которые организовывает спортивная школа, полезны для подрастающего поколения. Дети должны знать о трагических событиях в истории своей страны. А взрослые не должны их забывать. Мы помним, скорбим о произошедшем в городе Беслане. Детям нужно это объяснять, чтобы они знали историю и события, которые происходили. Мы же должны знать, где мы живем, как мы живем и почему мы так живем. Юный спортсмен Миша рассказывает. О том, что произошло в Беслане в сентябре 2004-го, знает. Чтобы помнить, что это было, чтобы это больше не повторилось. И помнить, что мы помним их и скорбим. Историческое просвещение спортсменов – то, о чем не забывают тренеры спортивной школы Олимпийского резерва номер 11. Турниры и спортивные состязания, приуроченные к памятным историческим событиям, проходят в школе регулярно. У нас и тренеры непосредственно перед каждым мероприятием, которое мы проводим, трагическое или наоборот торжественное мероприятие, обязательно тренеры вовлекают наших спортсменов в историю самого мероприятия, в саму историю, почему и в честь чего проводится. На конец сентября в шор номер 11 анонсировали новые мероприятия – фестиваль борьбы, посвященный участникам СВО. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. Крылья Советов продолжают находиться среди лидеров в чемпионате России по футболу. Самарцы забивают больше всех в турнире, благодаря чему добились четырех побед в семи матчах. А хоккейные команды Самарской области пока не смогли победить в новом сезоне. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Футболисты Крыльев Советов продолжают уверенно выступать в чемпионате России. В седьмом туре самарцы на своем поле принимали воронежский факел. В середине первого тайма волжане смогли открыть счет. Фернандо Костанце реализовал пенальти. А во втором игровом отрезке хозяева задолго до финального свистка сняли все вопросы о победителе матча. Сначала на 66-й минуте Рахманович удвоил преимущество Крыльев, а через несколько минут Шитов сделал счет разгромным. 3-0 победа Самарского клуба. Крылья занимают третье место в таблице и при этом являются самой результативной командой турнира. Следующий матч в чемпионате страны самарцы сыграют на выезде против московского ЦСКА. А вот Толятинский Акрон в первой лиге забуксовал. После четырех побед подряд на старте первенства волжане теперь имеют серию из четырех игр без побед. Накануне игроки Акрона не смогли дома переиграть Новороссийский Черноморец. На протяжении всей встречи хозяева пытались взломать оборонительные редуты южной команды, но сделать это так и не получилось. Финальный свисток зафиксировал на табло счет 0-0. После ничьи Акрон опустился на третье место в турнирной таблице. Хоккеисты Тольятинской «Лады» новый сезон в КХЛ начали с двух поражений. В первом матче после возвращения в элиту российского хоккея волжане принимали дома Челябинский трактор. Тольятинцы встречу начали активно и уже на четвертой минуте открыли счет. Удерживать лидерство удавалось до старта третьего периода. Гости сначала реализовали большинство, а затем почти сразу вышли вперед. Автозаводчане пытались отыграться, но еще раз пробить голкипера трактора не смогли. Поражение 1-2. Во второй игре, снова в Тольятти, «Лада» принимала питерский СКА. Поначалу на льду была равная игра, но во втором периоде класс гостей сказался, и они за несколько минут трижды поразили ворота тольятинцев. До конца встречи счет не изменился. «Лада» проиграла 0-3 и пока остается без набранных очков. Хоккеисты ЦСКА ВВС тоже не смогли одержать победу в первых двух играх после возвращения, но уже в ВХЛ. Самарцы начали сезон двумя выездными играми. Сначала в Красноярске летчики сражались с местным «Соколом». Хозяева забили первыми, но волжане перевернули ход игры во втором периоде. Удержать полученное лидерство не удалось. За две минуты до конца сибиряки отыгрались, а затем сразу после начала овертайма забросили победную шайбу. Поражение ЦСКА ВВС 2-3, но самарцы смогли заработать свое первое очко. Во второй игре летчики играли против Норильска. Самарцы на протяжении всей игры были в роли догоняющих. При счете 2-3 на последних секундах летчики смогли наконец сравнять счет, но судьи зафиксировали, что шайба пересекла линию уже после финальной сирены. Теперь у ЦСКА ВВС впереди серия из четырех домашних игр. Уроженка Тольятти Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира серии «Большого шлема» и «ЮС Оупен». В матче четвертого раунда Дарья уступила второй ракетке мира Арини Соболенко из Белоруссии 1-6-3-6. Встреча продолжалась 1 час 16 минут. За это время Касаткина сделала две подачи на вылет и совершила пять двойных ошибок. Взяла на подачу сопернице три гейма, но отдала семь геймов на своей. В этом году тольяттинская спортсменка на турнирах «Большого шлема» так и не смогла преодолеть стадию четвертого раунда. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Самарцев и гостей области приглашают на этно-фестиваль «Наследие народов». Он пройдет 10 сентября в парке «Дружба народов». Начало в 12 часов, вход свободный. Участников ждет разнообразная программа, информирует телеграм-канал городской администрации «Вести Створянской». Телеграм-канал Советского района приглашает жителей пройти вакцинацию от гриппа. В первую очередь прививают тех, кто относится к категории высокого риска заболевания. Это дети старше 6 месяцев, школьники, студенты колледжей и вузов, а также работники медицинских и образовательных организаций транспорта коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, призывники, пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе с сердечно-сосудистыми, с заболеваниями легких, метаболическими нарушениями. Можно одновременно вакцинироваться от COVID-19 и от гриппа. Телеграм-канал Куйбышевского района ознакомит читателей с местными достопримечательностями, например, Южное шоссе. Это крупнейшая транспортная артерия, соединяющая Самару с Волжским районом. Дорога берет свое начало еще в железнодорожном районе от перекрестка улиц Набережной реки Самары и Авроры вплоть до Страмиловского шоссе, охватывая Южный мост и крупные транспортные развязки с улицами Шоссейной и Уральской. Южное шоссе чем-то напоминает камень из сказки, но в современной самарской интерпретации направо пойдешь в Советский попадешь, налево в железнодорожный, а прямо поедешь в Волжском районе окажешься. На этом выпуск завершен. Всего доброго, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok